Можно из этой детали пласть на автомашины, на скоттера я делаю, ну в принципе на все что угодно. Начинал я с простого, вот этот ключок, который был недостающий и дефицитный в китайце, это для автомашины. В принципе все просто, вырезается, немножко загибается. Это подфарник тоже с автомашины, где его достать нельзя было, вот я его изготовил с пластика. Вот это у нас идет уже более посложнее, это Honda Tact боковые, это на скоттер. И вот это, которое я сейчас вам на примере покажу, это вот Suzuki я приобрел. Вот на нее фару я заднюю не нашел, нашел вот такую фару с Honda Dio. Вот она так вот сзади вроде подходит, нормально здесь кронштейн отпилил. Вот и по бокам вот немножко, видите, здесь не хватает, какой-то как бы детали, которая бы перекрывала вот эта хозяйка. Вот я изготовил из пластика, вот такой вот деталь. Как изготовить вот такие детали, недостающие? В принципе, конечно, если потрудиться хорошо, можно изготовить любую деталь в пластике. Так, чтобы изготовить такую деталь, необходимо изготовить матрицу. Листочек бумаги, вот и снимаем шаблон. Здесь прорисовываем. Здесь фару. Так, обвели все это дело. В середину немножко заход, сантиметров полтора. Вот там зажим будет, у нас зажим потом вставляться. Вот и переносим этот размер на гипсокартон. Я беру обыкновенный гипсокартон, кусочек вырезаю, который немножко будет больше той детали, которую я делаю. Должим аккуратненько. Черчиваем. В принципе, интересует, пока вот это вот сопряжение выпиливаем. Вот такой вот аккуратненький. Затем, то есть по форме, круг, ну по форме, конечно. Вот потом берем наждачную бумагу и аккуратненько это же дело все зачищаем. Берем пластмасс. Можно с ведра, можно с какой-нибудь посудиной. Ну, я взял вот это у меня с машины с бампером. Наш шаблон прикладываем вот сюда вот. И аккуратненько с фарандашиком здесь отмечаем. Для того, чтобы не применять мощные инструменты для вырезки вот этого, этой детали. Значит, тем более сейчас холодно. Я подожду это дело феном. Все выряды. Там, где у нас отмечено, мы сантим разступаем и делаем обыкновенный. Видите, мягко становится так. Делаем, если я здесь уже начал. Прикладываем наш шаблончик вот таким образом. Видите, здесь вот зазор сантиметровый. Ворачиваем и прогреваем это место и загибаем. Прогреваем. Прогреваем. Мы видим, как она мягкая. Выключаем и быстренько это дело, ну, примерно какие-то круглые инструменты, загибаем. В порядок, видите, как... Теперь делаем еще один загиб нижний. Огреваем это место. И быстренько загибаем. Вот такой у нас уголок получит. Делаем еще один изгиб. Ворачиваем. Быстренько загибаем. Вот еще один уголок получился. Видите, какой. Вот это у нас станет, а это лишнее обрежется. Вот несколько раз примерили, какие нюансы образуются. Вы их можете отстранить. Значит, нагреваем. Вот и, в принципе, когда пластмасс разомреет. Работаю, как с пластилином, видите. Все загибается чудесненько. Я думал, Китай, кто же там в подвалах, как Китай, сидел. Вот, обрабатываем. Шкурочкой. А затем покрасили. Вот это не было. Вот это лыжи мы и заварганили. Сергей заварганил. Вот такая, тут появилась, как фирменная, в принципе, не отлично. Потом я вам покажу, как она поставит. Ремонт и покраски будут готовы. Отхватка, потом, даже дела за пальцы, с этой стороны, с той стороны. И в Багарадске пройтись можно, да? Это сейчас Багарадск, которая проходит, да? Ну, фирменная, да? Ну, типа. Что еще надо? Лучше, чем новая. Причем, здесь мантера, здесь материал такой, что... Нежавейка. Опаньки. А тут отверточка надо прижать, да? Ну, ну, ну-ка я сейчас. Давай прижму. Так сразу надо, да? Опа. И впаялась. Это типа диффузия, вот это получается, да? Здесь остыла, здесь нагрелась, и мы ее сразу раз, и прижали. Вот такие. То есть отвертка должна идти вот за паяльничком, да? И надо паять так, чтобы она углубилась туда, чтобы бугра потом не было. Когда машинка как отполирована, подшлифуем, опа, есть. Поплевать может остыло. Да, здесь вдвоем-то лучше паять, так вот, да? Да нет. Раз, раз, сразу же пошел, пошел за этим делом. Углубление-то шпаклевка, конечно, можно забить, так же? А если бугор будет, то тогда сетку нужно запить. Повредим. Опаньки. Ну, можно сюда теплообменник побольше взять какой-нибудь, да? Зачем? Типа на балдашника, что-нибудь такое. Вот так мощно. Раз, сразу, вот так вот. То есть лучше я могу, чем в углу, да, Даша? Ну, конечно. Вторую сторону, сперва по одной, да? Ух ты, вера соскочила. Лежу. Опа. Это чудненько, диффузия вот эта, да? Она будет прямо впаиваться туда. Вот этот хвост, сперва, с этой стороны. Да. Да. Вот эта. Фирменная. Вот это сделаем. Раз-часть, два-часть, три-части, и здесь еще части всяческие. Так, ну вот и поставили лыжу. Все собрали. Вот это заводская лыжа. Переходим на эту сторону. Это сделанная лыжа. И это-то красавица. Солнце падает, плохо видно. Вот такой вот результатик. Ну, как фирменный. Как зубра. Раньше я наращивал или соединял детали пластика методом пайки сетки. Потом вот этот, применил вот этот метод, так называемый, диффузиционный. Очень крепче получается и меньше шпаклевки идет. И сейчас мы это дело все посмотрим, как это все делается. У меня имеются всяческие, вот здесь вот неводные бампера. Вот все это я вам покажу на примере, вот, кстати, такой скутер. И здесь вот нет, видите, вот лыжи. С этой стороны лыжи нет. И с той стороны тоже лыжи нет. Как ее сделать самостоятельно, я сейчас не поняла, посмотрим. Вот здесь вот, видите, фигуры, здесь всячески необходима стыковка всяких деталей. То есть очень такая работа, скрупулезная, мы скажем, но выполнимая. Что ты? Соответственно, я, конечно, уже сделал все это дело. Вот такая вот, видите, лыжа получилась деталь. Вот на одну сторону. Вот, затем на другую. Вот так как работать и показывать слишком сложно, на кусочки покажу, как это все делается. Ну, вот здесь вот, например, смотрите, вот это с одного бампера, это с другого бампера. Подбирать примерно надо относительно одинаковый материал. Вот, видите, вот это стык. Вот он. Вот он. Никаких вот заломов, никаких, то есть очень жестко получается на стыке. Быстрее поломается оно не на стыке, чем на стыке. Поэтому, может, здесь более жестче и плотнее материал получился. Значит, эта деталь у нас получается. Одна часть, вторая часть и третья часть. Все три части, вот одна часть, вот она, стык. Вот среди какой. Никаких изъян. Здесь немножко подшпаклюется. Соответственно, вот здесь немножко подшпаклюется. Ну, здесь я, честно говоря, что переврасывал это делаю, когда я уже начал дальше продолжать. То это дело, значит, у меня будет с вот таких вот изъянов. То есть все ровно и шпаклевать. В принципе, даже не надо было. Так как это все дело сложно делать и показывать, значит, я вам покажу на маленьком кусочке. Итак, приступим. У нас имеется вот такая гора вот пластика всяческого. С бамперов. Вот с них вот сейчас мы вырежем кусочек. Я вам покажу, как это дело соединяет. Вот такую деталь с какой-то иномарки бампер. С нее вырежем небольшие два кусочка и я вам это дело соединяю. Вот вырезали два кусочка. Нам надо соединить вот эту плоскость с этой плоскостью. Немножко здесь зачищаем и здесь зачищаем. Вот эти, значит, мы вот эту часть соединим вот с этой частью. Вот таким вот образом. Нам необходимо две такие планочки. Далее необходимо нам тиски или струбцину, или пресс, или у кого-то кольца есть. У меня такие тисочки есть маленькие. Устраиваем примерный размер на тисках. Так, и между ними нам еще положить надо пластик. Вот так достаточно примерно. Так, и так повторюсь. Вот наши две детали. Такие, которые надо соединить нам вот так вот вместе. На чем-то надо гореть. Вот у меня кирпич есть такой вот. Ужим свои две детали. Прямо здесь вот самое главное в этом деле. Нагореть и быстро все положить, чтобы она не остыла. Это очень самое главное. То есть время должно быть кратчайшее. Уложим наши детали, как они должны стыковаться, чтобы нам потом не дергаться, закрыться. И вот эта часть. Так, мы приступаем к подогреванию. А если кирпич не будет. А если кирпич не будет. Не п Условательное устройство. Это уже честно, но не время оттуда Это уже честно, но не время оттуда Вот, это честно, это все надо делать очень-очень быстро Прилепилось Есть И под прессик Так На стык Так Быстренько зажимаем И просто-напросто, тупо как грызда Закручиваем Буквально минут пять прошло Можно это дело все раскручивать Раскручиваем Опаньки Вот мы получили Наша краса деталь Видите, плоскость Здесь у нас толщина одна Здесь вот это вышло Болгарка потом снимала все это дело Вот и шок получился Смотрите какой Ну то есть внедрение полнейшее Никаких заклепок здесь, никаких здесь пайки, ничего не надо Буквально То есть нарастить можно Любую деталь К любой пластмассе Любой величины И любой конфигурации Вырывать Сделать сложно Цельную Таких кусков примерно Там нарастил, там нарастил, там нарастил Значит будет нормально Вот и нюансы такие вот бывают Ну видите, я так небрежно сделал Здесь вот видите вот Здесь конечно повешенность должна быть очень гладкая То есть надо было здесь пополировать ее хорошо Зачистить здесь хорошенько Из-за того что Как говорится небрежно сделал видите Здесь вот дырка И тут получилась вот дырка И здесь же не ровная поверхность А когда вот это дело вот в принципе будет ровное Вот То она получается очень Ну разорвать невозможно Идея не отслаивается все чудесно Конкретно по вот этому пластику Который у нас в кутре я делал Значит я сделал вот эту одну сторону У меня с трех частей составляется Потом взял вот эту часть Перевернул ее Вот нашел кусок бампера Ее как говорится Вот так вот срисовал На эту деталь И вырезал цельной То есть здесь уже попроще получается Здесь есть такой кусок бампера Вот еще я вам покажу Здесь вот такие вот нюансы Вот здесь она значит У нас имеется Ну это у нас черновая еще Потом она обработается Все доделает Вот это вот место крепления Ну некрасиво получается Шуруп кажется Закручивается Перед шпаклюкой И чистая доводка И покраска Нам необходимо сделать Вот здесь под шуруп Потай Вот что для этого Оно вот Нужен вот такой Круг И вот такая вот Чем продавливать Штучка Ну такая у меня есть Начинаем Ну это все делать Все очень элементарно Берем это все Дело и прогреваем Это все Ну желательно Не коробить Потому что У нас есть Но в основном И здесь Прогревать надо Раз Входит Вот такая шпаклевка И вот такой Тюбик Затрудителя Красненький Он такой Вот это количество Тюбика Рассчитано на это количество Шпаклевки Значит Внимательно это дело Смотреть Вот то есть Взяли шпаклевку Открываем шпаклевку Берем Сколько нам надо То есть Она засыхает Очень быстро Твердеет Примерно Минуты 3-5 И уже пользуется И не сможете Потому что Она будет очень Пустая Вот то есть Берите сколько вам надо Мне надо вот Столечко Вожу сюда Сразу Сразу Это дело Закрывает Пыль Ничего не попало Опа И плотненько Закрыли Внимательно Посмотрели Вот Вот Это Красный Закрыли Это все У вас Просто Или Вспочится Или Не высохнет Будет очень Мягкое Постоянно Секунд Двадцать Тридцать Вот Перемешивать Вот Перемешали Хорошенько Еще раз Шпатали Мы Перевернули Вот И вот Берете Немножко И наносите Вот Желательно Чтоб По поверхности Оно Скользило Есть Тоже Из Середины Тоже Если У вас Остала Шпаклевка Вот Эти Края Которые Крайние Их Надо На нет Свести Он Тогда Легче Будет Зачищать Тут Немножко Тягучее Становится Моментально Она 5 Где-то 3-5 минут Есть Вот Сделали Черезненько Перевернули Шпаклевка Чуть Осталось У меня Орехы Выбрасывать Вот Я И здесь Вот Таким Вот Образом Надо В одну сторону В другую Сторон Видно В одну сторону В другую Вот Чтоб Она Заполнила Все Вот И здесь Все На высыхание Сохнет Моментально Буквально Несколько Минут на солнце Если солнце Или при 20 градусной Температуре В гараже Она засыхает Примерно За два Можно Через два Часа Пользоваться То есть Зашкуривать Использовать шкурку Буквально Прошло минуты три Наверное Видите какая уже Становится уже Не размажешь ее Вот не нанесешь Потому что Она уже грубая Видите как Катается уже Катошечками Такими Пока Она все сыро Еще Шпатили Свою беду Подложку Надо Аккуратненько Зачистить Убрать Шпаклевку Потому что Засохнет Вам потом Будет тяжело Это дело Все убрать Зачистили Аккуратненько Зашпаклевали Буквально Через полчаса Можно чистить Шкуркой Берем Примерно 220 Шкурку Можно даже 50 Первоначально Но для новичков Лучше Вот Помельче 220 Такая хорошая Вот Отрезаем Кусочек Берем Вот Такую Дощечку Ставим Загибаем И Аккуратненько Чистим С Планочкой Зачистили Положили Рукой Пощупали Шероховатости Нашли Теперь Можно Вот Быть Планочкой Заглаживать Аккуратненькими Такими Вращательными Движениями Чтоб Не было Рисы Когда Вы Зашпаклевали Затем Грунтуется Я применяю Грунт Для пластмассы Особенно Хороший Вот ГРФ 021 Он Относительно Недорогой Самый Дешевый Сохнет Немножко Дольше Остальные Но Зато Эластичный Для пластмассы Очень Хороший Наношу Я небольшим Давлением Грунт Должен быть Грунт Грунт Как Густое Масло Иначе Все Для того Чтобы Забить Риски И Изъяны На солнышко Все это дело поставили вот ну примерно двое суток надо сутки двое если солнце хорошее двое суток надо если в гараже 20 градусов двое суток это дело должно все высохнуть затем она зашкуривается и смотрим изъяны так грунтом перекрывается все изъяны то есть вы шпаклевали раз второе то что вы увидели какие-то изъяны такие имеется 2 и 3 если вы попробовали и у вас так краска которая нанесена ранее на деталь при нанесении вашей краски которая будет наноситься вспочится вы можете капнуть каплю сюда капнуть через два часа посмотреть то обязательно это все грунтуется то есть краска та которая внизу не подходит для того чтобы нанести на поверхность вашу краску она не совместима вот для этого тогда необходимо загрунтовать всю деталь или всю краску и вычистить всю краску надо более сложнее но обычно на грунты и на это тоже самое после покрытия этим грунтом можно наносить любую краску любую то есть и металлик и не металлик акриловый не акриловый пф нет то есть любую краску можно наносить на грунт и и на это тоже самое еще один такой нюанс грунт по цвету необходимо подбирать ближе к тонну то есть вот темный цвет например это темный цвет синий там ли зеленый или еще какой но это темный цвет здесь надо применить лучше всего черный здесь у меня будут покрашены цвет то есть светлые если вы будете красить светлые тона то есть белый бежевый и вот типа такого подобного там глубинке немножко рыбы вот здесь можно применить любую не любой здесь необходимо применить светлый орунт вот такой серый темно-серый можно вот темные цвета вот эти черные там то есть надо применить лучше всего черный для чего это делается это для того чтобы у вас пошло меньше краски на поверхность на общую наверх потому что верхняя краска самая дорогая в данном случае у меня будет покрашена в черный цвета как видите покрашены грунтом покрыта серым вот ну почему да потому что у меня просто серый был грунт а денежек пока нету копить черный но зато у меня много много черной краски вот и я этим делом немножко пренебрег так сказать а если покупать все из из нового если у вас ничего нету то лучше всего вот как я порекомендовал вот пистолет я промываю вот таким растворителем 647 вот он чудесно все краски всем вымывает примерно две недели даже если краска даже акрилова двухкомпонентная этот растворитель снимает и эту краску вот после всего этого дела все это дело зашкуривается зашкуривать лучше всего шкуркой водостойкой вот но типа 600 может 400 применить для зашкуривания вот чтобы она была обязательно водостойка потому что зашкуривать необходимо с водой это уже делаете тонн тонкую подводочку если краска будет металлик у вас так эта краска более жидкая она укрывает очень плохо вот для этого необходимо если вы будете металликом покрывать очень тщательно и лучше всего применять тысячную например на 4 от 600 до 1000 шкурка номер водостойка вот а если под простую краску краска не металлик вот здесь можно будет немножко погрубее 400 600 применять шкурку такой вот все это дело вы протерли вот она будет внимание шкуркой прошли вот внимательно посмотреть на солнце солнце может быть сзади вас и смотрите изъяны на отражение туда сюда здесь идеально все видно именно когда воды вот совет для новичков если вы это дело красить и первый раз вот с металликом нечего завязываться потому что металлик вывести под покраску для краски металлика вывести деталь очень сложно то есть на пятерку вас никогда не получится на примерно на двойку на может получиться то есть первый раз лучше красить не металликом простой накрылого или какой краской вот она более-менее она густая и перекрывает изъяны а металлик проявляет особенно вам проявляет все мельчайшие царапины вы просто поначалу их не можете и заметьте даже претворительно вот это дело смачивается вот так вот просматривается вот где какие изъяны внимательно рукой хорошо просматриваешь поклёха была раз попробовали вот не то все нормально хорошо дальше пошли прошло вы водой полили ветер и изъяна вот так вот бок переворачивать надо смотреть это изъяны здесь у вас изъяны чудесно все видны вот у кого я в очках вижу все любого идеальное зрение грязь он сразу видит некие изъяны взяли почистили где надо подшпаклевали затем где надо под грунтовали и так вот она выводится за первый раз шпаклевки и загрунтовать все изъяны не убирается то есть сюда найдется какие-то риплины вот то есть необходимо первый раз сделали зашпаклевали загрунтовали прочистили еще раз просмотрели внимательно и кое-где вот такие детали еще раз прошпаклевали еще раз прогрунтовали включаем компрессор в ванночку отливаем краски смотрим вязкость вязка примерно должно быть слишком вязко чуть-чуть можно расстроителя добавить вот расстроитель или 647 6 7 или 650 и можно добавить вот добились вязкости нормальной проверили пистолет заливаем все это дело пистолет много не надо ли чуть-чуть или налили вот что раз потом уже еще дали и проверяем струю вот нормально в точку принципе расход будет очень маленький вот расход или давление делаю очень маленько где-то 05 до единицы тогда и расход меньше и пыли меньше и грязи меньше вот и начинаем покрывать это дело настраиваем такими главное здесь не переборщить для новичков вот такими вот движениями прикрываем слишком не увлекаясь сразу все время покрываем вам подошла сзади у вас тогда все будет видно здесь пока подсыхает переходим на другую сторону сперва такими маленькими движениями а потом будем делать пошире движения Главное не переборщить, аккуратненько, не спеша, лучше 4 раза Повторюсь, чтобы все у вас не потекло, она просто не скатилась Мы внимательно вот по вот этим пазьянам протулимся, здесь переворачиваем А теперь большими такими движениями По 4, напыляем, напыляем, напыляем В одной месте довольно нельзя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Теперь широкими такими полосами делаем, чтобы равномерно зерно ложилась и краска Вот таким образом аккуратненько, не спеша, и смотрим, пока она падает Вот, это будут изъяны уже уберутся, и они отойдутся немножко краской Чудесненько Делаем вторую деталь И то же самое проделываем Вот, то есть места сперва шпаклевочные Те, которые загрунтованные, с лица проходим Главное не пересердствовать, то есть просто запалить За один раз не надо, за несколько раз надо Забили, все вкладываем Забили пятно Все вкладываем Все вкладываем На одном месте стоять нельзя То есть следом обязательно надо вот так возвращать Вот и начинаем с первого вот таких вот бордюрчиков Подбываем Проходим все вот эти всякие такие изгибы А потом можно вонтика вот еще вот Вот а сперва аккуратно эти места не доступны Плохо доступны, так сказать Что есть тут Так, с этой стороны Вот, с этой стороны Для меня получается в качестве Эти ребра тоже надо проходить Вот, ну и растут краски, конечно, есть Разве в три меньше При маленьком давлении Вот, а теперь вообще Общий фон можно делать уже Общее напыление Так вот его И поехали аккуратненько Не спеша Напыляем, напыляем, напыляем И напыляем Главное на одном месте не держать То есть надо принять Ее А А А А А А А А Продолжение следует... 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 есть хорошо это дело взбалтываем пробочка лучше закрыть сразу заливать нельзя потому что там воздух пусть он немножко отстоится потом можно будет пистолет заливать перед этим пистолет то есть если у вас один пистолет вообще-то профессионала имеет два пистолета на лак это специальный пистолет должен быть если вас один пистолет после краски очень тщательно промыть очень тщательно раза два и слить это все дело пистолет был очень чистый потому что если там появится зерно какой-нибудь у вас может лак повести и будет неправильная покраска будет пятнами перед нанесением лака мы выставляем деталь на рабочий стол носовой и еще раз руками проверяем чудесненько пока мы в пистолет не заливали лак то есть вы берете давление побольше делаете подкрутили компрессор давление побольше максимально можно сказать и так все детали и оставляйте их сторонку подальше ставим трудит проверяем руками еще раз внимательно пока него за не залит лак заливаем лак небольшой портфель так приступаем к вашему это детали у нас готовы подставляем первый слой надо немножко нанести то есть чтоб краска у вас прихватилась то есть равномерник это дело все прикрыть надо а а здесь лак и самое главное не переборщить вот отставляем минут 30 пусть она затянется все и теперь у вас это предварительное нанесение дает вам то что потом у вас краска с лаком не потянется то есть это слой уже подсохнет он будет держать вот а следующие слои мы уже наносим на блеск утро идем проверять свою работу такие у нас получились в принципе неплохо для гаража вот есть маленькие маленькие такие брыжки очень мало смотрим еще одна деталь вот из-за всех деталей на этой детали есть у нас вот такой подтек вот я специально вам оставлю покажу как они убираются вот в принципе надо необходимо когда вы палачей вот конечно если детали такие небольшие то надо минут 10 вот в таком положении его то есть во всех положениях чтобы она лак растекся хорошо потом в таком положении и перевернуть его вот если в руках вы его покрутите то этот подтек можно разогнать он бы не было бы виден но мне просто некогда был и а сейчас мы его превратим в хамелеонище зашлифовали шлиф бумагой 1200 убедились что нет мусорок и нельзя обезжирили промыли и на сушку перед нанесением последнего слоя необходимо теремия чтобы было ну таких условиях просто полить водой в магазине или в фильме по компьютерному подбору от окрасок необходимо приобрести фильме макс мальдер где я работал он назывался перлит в остальных фильмах это дело называется перламутр особо не удивляйтесь когда вам назовут цену за литр или килограмм это вещь очень дорогая но потому как вам надо малое количество перламутра то есть буквально граммы и это будет не слишком уже 2 примеру для полной покраски авто вам необходимо примерно 10-15 грамм перламутра для покраски мототехники типа скутера вам необходимо всего лишь 2-3 грамма поэтому затраты будут небольшие смешиваем перламутр с лаком и и и и и и и и и Перед нанесением лака с прилитом его необходимо перемешивать в пистолете. Вот таким вот образом. Я закрываю просто фасуночку и вот этим бульками воздухом он там перемешивается. Потому как зерна тяжелые и имеют свойство опускаться вниз. Вот и аккуратно наносим последний слой. То есть равномерно должно быть на пыль. Просушили. Опаньки. Вот и готово. Вот такой вот получился у нас результат.